Добрый вечер, мои дорогие! Мы начинаем 50-ю часть прохождения новеллы «Когда плачу чайки». Это второй эпизод и глава капитуляция. Ген же начал обход особняка после ужина. Он съел немного теплого супа, приготовленного годой, а также кое-какие оставшиеся в холодильнике продукты. Все это года приготовил сам и получалось у него, разумеется, очень вкусно. Он не хотя пошел спросить Розу и остальных, что они будут есть на обед, но дверь ему не открыли и крикнули, что у них есть консервы, поэтому они в порядке. Таким образом, по иронии судьбы, слуга Ген же получил возможность поесть более вкусную еду. Но почему Ген же не боялся делать обход в одиночку, несмотря на совершенные преступления и людей, уже встретивших жесткий конец? Судя по его виду, он выполнял свои обычные обязанности без тени страха, как будто все было в норме. Можно было подумать, что все ужасные события, произошедшие сегодня, были всего лишь сном или иллюзией. Смотрел ли он на все случившееся философски или же просто смирился? Ген же должно быть счел достойным систематически выполнять свой долг до последнего момента, поскольку ожидавшая его судьба была неизбежна. Вероятно, и в вечности не хватило бы для постижения глубин его души, если бы он только сам не рассказал о себе. Так как он вернул универсальный ключ Розе, число мест, куда он мог пойти, было чрезвычайно ограничено. Все, что он мог делать, это ходить по коридорам, проверяя, закрыты ли окна. Таким образом, он мог пройти свой маршрут гораздо быстрее, чем обычно. Услышав негромкий стук, тетя Роза, задремавшая незадолго до этого, проснулась, вскочила, навела ружью на дверь и закричала. Кто это? Я дремал на диване, и голос вернул меня к реальности. Роза сама. Это Генжи. У тебя какое-то дело? Мы оставим дверь закрытой. Говори оттуда. Да. В таком случае, простите, что вынужден разговаривать с вами подобным образом. Я обнаружил трупы доктора Нанджи Кумасавы. Что? Что ты сказал? Ясно. Понятно. Пойдем и проверим это. Пока я не увижу трупы, я никому не поверю. Все в порядке, батара? Если Мария тут, то все точно будет в порядке. Возможно, мое лицо выражало тревогу. Мария схватила меня своей маленькой рукой и тихо говорила, стараясь приободрить меня. Поскольку обязанностью тети Розы было стоять на страже и держать ружье на готове, то я должен был убрать баррикаду из диванов. Когда я закончил, я взглянул на тетю Розу, державшую ружье над моим плечом, и открыл дверь. Генжи-сан, где их трупы? Во внутреннем дворе. Я провожу вас. Батара-кун, подожди! На всякий случай, давай проверим двери и окна в этой комнате. Подожди секунду. Тетя Роза позвала меня, чтобы не дать мне идти вперед и начать внимательно проверять замки на каждом из окон. Но эти замки были уже проверены. На душе от этого становилось неприятно. Как будто она подозревала, что я мог тайно их открыть, когда она не следила за мной. Нет, возможно, тетя Роза была права насчет такой осторожности. Место, носившее имя внутренний двор, не было действительно красивым местом, куда ходили гулять, как в Розарии. Наоборот, так как он был со всех сторон окружен особняком, это заставляло находившегося в нем человека чувствовать себя неуютно, будто говоря, что даже если бы была предпринята попытка побега, сбежать из особняка бы не удалось. С другой стороны, благодаря такому расположению, слышавшийся сильный ветер не задувал суда. Генжи-сан протянул зонтик, но тетя Роза проигнорировала его. Она, возможно, хотела сказать, что держит ружье двумя руками, и возникла бы опасность, возьми она зонтик. Генжи-сану даже не потребовалось указывать пальцем. Мы сами сразу увидели. Прямо в центре двора. Мы увидели лежащих доктора Нанджу и Кумасаву-сан. Тетя Роза вошла во двор, даже не открыв зонтик. Генжи и я также вошли во двор, не открывая зонты. Только Мария открыла свой зонтик. Мария, это... Самое... Это седьмые сумерки и восьмые сумерки. Я... Я вижу... Разумеется, как и говорили Генжи-сан и остальные, здесь на шее ужасные раны. Очень острые. Как будто бы их рубили катаной или чем-то подобным. Зияющая рана на шее тут же вызвала у меня стойкое желание отвернуться. Но после увиденной в часовне хэллоуинской вечеринки, я хоть и подумал, что это ужасно, но этого не было достаточно, чтобы мне стало дурно. Что важнее, мой взгляд обратился к их ногам. На колено доктора Нанджа. На лодыжку Кумасавы-сан. В эти части ног было вонзено что-то напоминающее нож с демоническим оформлением. Они были такими же, как тот, что пронзил Джессику. Что это значит? Тот же самый, что и у Джессики-чан. Это какой-то странный оккультный ритуал, что ли? Ну это же очевидно, Роза. Это именно оккультный ритуал. Не знаю. Правда? Или знают, но обманывают. Последний раз, когда я видел их тела, ничего подобного не было. Может быть, это было сделано после того, как их вынесли из комнаты прислуги. Тот, что был воткнут в колено доктора Нанджа, все еще торчал оттуда. Но тот, который воткнули в лодыжку Кумасава-сан, возможно, вошел недостаточно глубоко. Поэтому он вышел, выпал из раны и лежал на земле. Поэтому, впервые взглянув на выпавшее орудие, я понял, что это был не нож, но некая разновидность кинжала. Он был около 30 сантиметров в длину. Изготовлен он был из бронзы или железа, или какого-то схожего металла. Даже не касаясь его, я заметил, что он имеет определенный вес. Он состоял из рукоятки и конусообразной части, и было очевидно, что это проникающее оружие. Он скорее напоминал миниатюрную версию тех копий, которые западные рыцари использовали в Верховном Вошадях. Вырезанные на нем по спирали канавки делали его похожим на сверло дрели. Однако рукоятка была выполнена в каком-то оккультно-демоническом стиле, в отличие от оружия, используемого на войне. Оно наводило на мысли, что его используют во время жертвенного ритуала. Ошибки быть не может. Они были избраны в качестве жертв. Седьмым пробьешь колено и убьешь. Восьмым проткнешь стопу ты и убьешь. Погодите. Тогда они пропустили четвертые, пятые и шестые сумерки. Неужели... Именно так. Почему Генжи Сан один? Если что-то такое произошло, почему здесь нет? Джорджа Аники, Года Сана или Шанан Чан? Почему Генжи Сан один? Что это значит? Где Джордж-кун и куда пошли те двое? Они сказали мне, что хотят пойти в комнату мадам Натсухи, чтобы что-то найти, и поэтому ушли. Пока они так и не вернулись. Что ты сказал? Так, ты говоришь, что они ушли, когда это было? Полагаю, два или три часа назад. Не может быть! Почему нечто столь важное? Погоди, нет. Почему это не показалось тебе подозрительным? Один из слуг всегда должен оставаться в ожидании приказов. Это был мой долг ожидать приказов, пока они не вернутся. Неужели Генжи Сан был роботом до такой степени? Это плохо, это плохо. Все хуже некуда. Доктор Нанжо и Кума Сава Сан были убиты таким образом, из чего следовало, что было убито уже три человека. Мы побежали в комнату тети Натсухи. Побежали, ощущая легкое беспокойство и такую же обреченность. Еще до того, как мы увидели обстановку внутри комнаты тети Натсухи, мы попали в плен неизбежной обреченности. На двери в ее комнату причудливая мазня. Нет. Грязь? В любом случае, это была далекая от нормальной ситуации. Так что, не открывая дверь, мы могли себе представить, что находилось внутри этой комнаты. На передней стороне двери, как же правильнее выразиться, красной краской, той самой, что ранее нарисовали магические круги, на двери в комнату тети Натсухи здорово отпечатались следы рук. И кто-то ломился в нее, измолотив из царапов и испачков. Казалось, будто ее испачкали дети, игравшие в грязи. Я не знал, что это могло означать. Ярко-красная краска продолжала стекать вниз, и хотя никто не произнес этого вслух, она заставила нас думать о крови. Генжи-сан. Генжи-сан. Пожалуйста, откройте ее. Тетя Роза приподняла ружье и приказала Генжи-сану открыть ее. Не особо придавая значение нарисованному на двери, Генжи-сан подошел к ней и повернул дверную ручку, после чего незамедлительно повернулся и покачал головой. Она была заперта. В данный момент только один человек, находившийся в особняке, мог спокойно открывать и закрывать двери, и была им никто иная, как тетя Роза. На этот раз Генжи-сан попросил тетю Розу открыть дверь, нежели воспользоваться привычным ему способом. Тетя Роза со слегка недовольным лицом дала мне универсальный ключ и сказала открыть дверь. Батра-куны, не откроешь ли ты для меня дверь? Доверить что-то такое Генжи-сану не принесет. Тетя Роза посмотрела на меня очень пронзительным взглядом. Если мы сейчас начнем вступать в перепалки друг с друг другом, то обстановка только еще больше накалится. Больше не возражая, я приблизился к этой жутковатого вида двери и попробовал потянуть ручку. Дверь не открылась. И причиной этого, несомненно, было сопротивление замка. Я вставил универсальный ключ в замочную скважину. Звяк, почувствовалось небольшое сопротивление. Слушая, как тетя Роза говорит мне быть осторожным, я открыл дверь, не особо соблюдая эту самую осторожность. И тогда нашему взору предстала сцена, которая вовсе не передала моих ожиданий. Как я и думал. Это воспроизведение четвертых, пятых и шестых сумерек. Внутри комнаты все выглядело так, будто в ней только что поорудовал грабитель. Ящики были расшвырены в разные стороны, а их содержимое валялось так, что было совсем не похоже на комнату педантичной тети Нацухи. Но первым, что попалось на глаза, было тело Годы Сана, лежащее прямо перед дверью. Прямо из его груди торчал один из этих демонических кинжалов, как будто кто-то хотел убить вампира и загнал его кол прямо в сердце своей жертвы. Как же глубоко оно могло было загнано в его грудь? Даже просто представить это заставило бы любого почувствовать боль в груди. Разве пронзание груди это не на пятые сумерки? Мария схватила меня за руку. На лице у нее было ее обычное выражение, но возможно она действительно боялась ауры этой комнаты, где лежало три трупа. А у дальней стены комнаты лежал мертвый Джордж Аники. В этот раз один из этих кинжалов был вогнал нему прямо в живот. Живот, кажется, пронзают на шестые сумерки. Труп Шанан Чан лежал в луже крови прямо рядом с туалетным комодом. Шанан боролась до последнего и действительно удивила меня в предыдущей части, явив такие способности. Увидела ли она под конец свое лицо в этом ужасно разбитом и запятнанном кровью зеркале? Поскольку она лежала лицом вниз, то я не мог увидеть ее лица, но вполне мог себе его представить, даже не глядя. Рядом с лужей крови, в которой она лежала, валялся демонический кинжал. Оставались только четвертые сумерки. Голову пробьешь ты и убьешь. Наверное, у меня совсем окаменело сердце. Но даже зная, что я поступаю неправильно, я поднял ее голову и убедился. Убедился, что моя догадка попала в яблочко. В голове Шанан Чан зъела дыра, и из нее выпадали внутренности. И не только это. Можно было даже увидеть то, что находилось у нее внутри. Увидев это, до меня окончательно дошло, что то, чем я занимался, было неправильно. Я незамедлительно отбил глаза, но теперь это, наверное, было уже бесполезно. Эй, Батлер-кун! Просто оставь все, как есть, до приезда полиции! О чем ты думал, трогает все? Что ты будешь делать, если драгоценные доказательства с места преступления будут испорчены? Тетя Роза не на шутку разошлась и даже потянула меня за заднюю часть воротника. Я безжизненно хлопнулся на пятую точку и угрюмо посмотрел в потолок. Мария. После этого даже восьмые сумерки закончили. Что там с девятыми сумерками? К девятым сумеркам же возродится ведьма и кто в живых остался, будет мертв. Понятно. После этого золотая ведьма Биатурича возродится. И что тогда? На последние, десятые сумерки. К десятым сумеркам конец пути настанет, в столицу золотую ты войдешь. Очень скоро откроется дверь в золотую землю. Возродится ведьма, и кто в живых остался, будет мертв, говорит. Мы должны умереть. Или ритуал жертвоприношения уже окончен? Наше путешествие подошло к концу, и мы должны войти в золотую землю? В чем смысл нашего путешествия? Мы потратили целый день, пытаясь найти преступника. Ломали свои головы, пока пытались спастись из этой ситуации, но так ни к чему и не пришли. Глупо мыслить, все равно что спать. Совершенно верно. Мы потратили весь день, подначивая себя ненавистью и паранойей. Мы говорили, что можем верить только мертвым людям, поэтому даже пришли сюда, чтобы убедиться в гибели этих троих своими собственными глазами. Если мы такие люди, то почему мы должны достичь золотой земли? И правда, если ничего не суждено было разгадать, неправильнее всего было бы просто запереться и все это время вообще ни о чем не думать. Дедушка оказался самым мудрым из нас. Он со вчерашнего дня был заперт в своей комнате, ни с кем не контактивы. Это было бы замечательно. Дедушка оказался самым рассудительным. Все в порядке, Баттера. Если ты с Марией, то все в порядке. Видимо, очень непостоянное, и она страшное создание, которое вполне может иногда убивать людей ради забавы. Однако, если ты будешь с Марией, все будет в порядке. Поэтому не надо бояться. Спасибо большое. Это успокаивая, Баттера. После того, как тетя Роза закончила расследование их смерти, она объявила, что снова запечатает эту комнату. Выгнала нас, забрала у меня универсальный ключ и снова заперла дверь. Похоже, что оригинальный ключ от комнаты тети Нацухи был у Джорджа Аники. Она тоже забрала его. Ведьма так вымотала Баттера, да и остальных, что при виде вот этих убийств, у них нет уже этих эмоций, этих криков, этих возгласов неистового ужаса от увиденного. Баттера лишь в пору голоса вынужден, как будто вынужден признавать свое бессилие. И просто уже, можно сказать, принимает участь в том, что они тоже должны умереть. Эмоции были немного у Розы, но и то они были связаны с тем, что она рассердилась на Баттера. Мария же просто относится ко всему как к должному. Секундочку. Она завладела всеми универсальными ключами. А если оригинальный ключ оставался закрыт внутри комнаты, разве это не было другой закрытой комнатой? Это четвертая закрытая комната. Теперь, когда мы перестали подозревать этих трех, мы снова вернулись в гостиную. Я не представлял, что будет происходить дальше, если только все мертвые были невиновными, а все живые волками. Все, кто остались, были я, тетя Роза, Мария и Генжи-сан. И еще дедушка, и эта девятнадцатая особа, гостья, которую мы даже не почувствовали, Беату Ричи. Тринадцать человек погибло, и шесть осталось. При количестве человек равном шести, как завершится загадка про овец и козлов? Хотя количество человек в загадке уменьшалось с девятнадцати до шести, я так и не мог найти ответа. Подождите, я прочитал про овец и козлов. Про овец и волков. На это... Я приплел. Мы вернулись в гостиную. Я испытывал легкое беспокойство, когда мы ушли. Жуткий магический круг, или еще что-нибудь в этом роде, вполне мог появиться на двери гостиной. Но, к счастью, ничего такого там не оказалось. Спасибо, Генжи-сан. Этого будет достаточно. Пожалуйста, отдохните оставшийся день. Разумеется. Тогда, с вашего позволения, я буду отдыхать. Постой, тетя Роза. Ты хочешь сказать, что оставишь Генжи-сана одного в такой ситуации? Да. Именно так. Я думаю, это очень опасно. Но, в таком случае, почему он выжил? После того, как те трое направились в комнату на Цухини и Сан, он все время был один. И все же он выжил. Это загадка про овец и волков. Почему отделившаяся овца оказалась в безопасности, будучи в самом уязвимом положении? Наверное, потому что... По совпадению, там не оказалось волков. Потому что это была не овца. Вы хотите сказать, что я же сам был? Он сказал, что был один на кухне. Но это невозможно доказать. Единственные, кто могли бы унести трупы доктора Нанджо и Кубасова-сан, кто могли бы убить Джорджо и остальных? Были он и Беаторичи, верно? Погодите с такими аргументами. Любой. Батрус. Спасибо за вашу заботу. Я считаю, что доверие можно завоевать не сотни оправданий, а лишь простую принудусть. Даже если я не смог заручиться вашим доверием, я желаю оставаться приятным до конца. Генжи-сан! Значит, мы решили. Какая красивая картина. Я несколько раз обращал внимание на нее, после того, как исчезали персонажи. Хм. Интересно, имеет ли она какое-то значение. Если вы действительно не виновны, то полиция докажет это нам, когда они прибудут завтра. А до этого мы не можем снять с вас подозрения. После долгих лет службы мне действительно больно обращаться с вами подобным образом. Но, пожалуйста, этот совершенный сегодня поступок. Тогда, когда наступит завтра, прошу, давайте помиримся снова. Генжи-сан слегка кирнул. Сегодня и завтра. Я продолжу быть с другой, в семье у Шараме. Если у вас будет какое-нибудь дело, пожалуйста, обращайтесь в любое время. Что же, с вашего позволения. К сказанному им больше нечего было добавить. Генжи-сан низко поклонился и вышел в коридор. Мы же вошли в комнату. Давайте посмотрим в раздел персонажей. Здесь обновилась информация. Так. У Шараме Джордж погиб в комнате на Цухе, когда его живот проткнуло напоминающее шило орудие убийства. К шестым дыру продела в животе вращением у мертви. Тяжело это говорить. Но они могли попасть на вторые сумерки. Джордж тут такой веселый, с проколотым животом выглядит пугающе как-то. Так. Его пропавший труп был позднее обнаружен во внутреннем дворе. На этот раз в его колено было вогнало напоминающее шило орудие убийства. Вот и завершение седьмых сумерек. Ее пропавший труп был позднее обнаружен во внутреннем дворе. На этот раз в ее лодыжку было вогнано напоминающее шило орудие убийства. Вот и завершение восьмых сумерек. Так. Далее. Шаннон. Погибла в комнате нацухи, когда ее лоб пронзило напоминающее шило орудие убийства. Четвертым, дыру продела в голове вращением у мертви. В свои последние мгновения она была вместе с человеком, которого любила. Я сейчас подумал о том, кто написал эту эпитафию. Может быть ее не Беату Ричи писала? Ну, логично. Конечно, подумать, что Беату Ричи, а может быть и нет. Может быть написал кто-то другой. Она лишь исполняет. Ммм. Так. И... Года. Года. Погиб в комнате нацухи, когда его грудь проткнула напоминающее шило орудие убийства. К пятым, дыру проделав во груди вращением у мертви. Кока кокнули. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хотя тетя Роза и держала все универсальные ключи при себе, она снова тщательно проверила все внутри гостиной. Она раздвинула шторы и снова проверила, чтобы убедиться, что все окна закрыты. Пока я наблюдал, как бы правильнее сказать, у меня было ощущение, что это больше не имело никакого значения. Вот, я же говорю, да, Батлер как будто просто принял неизбежное. Если бы я сказал что-нибудь лишнее, это бы превратилось в еще один спор. Некоторое время я пристально наблюдал за ней из коридора и, наконец, решив, что прождал достаточно долго, я вошел в гостиную следом за ней. Если она не доверяет никому, кроме мертвых, она могла бы просто пристрелить всех из ружья, которое держала в руках, а затем в итоге она бы поняла, что сама является волком. И тогда, в самом конце, ей бы осталось прострелить голову последнего волка и тогда закрылся бы занавес этого безумного театра убийств. пока я предавался горьким размышлениям, я вернулся к дивану, на котором отдыхал раньше и нагло закинул обе ноги на стол. Когда я попытался это сделать, я кое-что обнаружил там, и мои ноги так и замерли. Что это? Прямо тут, как будто адресованный мне, лежал западный конверт. Это был тот же конверт, что и прежде, с печатью Однокрылого Орла. И он был запечатан. Погоди, 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 погоди! Что же это? Кто и когда положил его сюда? Я сидел здесь все это время, пока не пошел с остальными, чтобы проверить трупы. И здесь ничего не было. А когда я вернулся, он был здесь. Все в порядке. Здесь нет никаких проблем с замками на окнах. Эта комната безопасна. Я услышал, как тетя Роза бормочет это. Постойте, 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 постойте! Постойте, постойте, постойте! Постойте, постойте, постойте! Постойте, постойте! Мы сделали все возможное, чтобы эта комната была безопасна, когда покидали ее. Мы проверили, что все окна были надежно заперты, и мы заперли их, вернулись, и окна по-прежнему были заперты. Тогда постойте, кто мог оставить это письмо здесь и как? Я вскрыл конверт. Наружу было извлечено два листа. На первой странице, чем-то напоминавшим кровь, был нарисован магический круг. Если бы я спросил Марию, она наверняка объяснила бы его значение. А другой лист содержал текст. Продвинулись ли вы к разгадке тайной эпитафии? Очень-очень скоро у вас закончится время. Совсем скоро настанут девятые сумерки. Здесь не было никакой ошибки. Это было письмо от Беату Ричи. Батора! Что это? А-а-а! Когда мы только вошли сюда, она лежала здесь. Что случилось, Мария? Баторакун! Баторакун, это письмо? Погоди! Она находилась здесь! Почему? Даже когда мы удостоверились, что эта комната была закрыта! Почему? Почему? Мария, подойди сюда! Тетя Роза прикрыла глаза, а затем, молча, кое-что обдумав, подозвала Марию. Мария подчинилась словам матери. Как только она это сделала, случилось нечто невероятное. Тетя Роза навела ружье на меня. Баторакун, я пришла к заключению, что ты Волк. Почему? Когда я недавно вошла в комнату, то видела, что на столе ничего не было. И я знаю, что Мария не приближалась к тому столу. Это был небольшой промежуток времени. Но единственный, кто утверждает, что прошел к столу и обнаружил письмо, это ты! Как ты можешь? Погоди, это уже какой-то маразм! Зачем мне класть туда что-то подобное? Постой, постой! Я ведь только что нашел нечто подозрительное и сообщил об этом, верно? Почему ты подозреваешь меня? Поскольку только ты мог подложить это письмо сюда! Верно! Все это фарс! Ты вытащил письмо из своего кармана и затем притворился, как будто только что нашел его! Чтобы создать иллюзию, что ведьма вошла в закрытую комнату, оставила письмо и вышла! Дура! Ты... Ты опять стала мыслить в таком ключе? Собираешься подозревать меня после всего, что случилось? Хватит! Моего папу и всех остальных убили! Зачем мне участвовать в плане преступника? Совершенно верно! Даже если бы ты мог получить большую сумму денег, все не хочется верить, что есть демон, готовый продать собственных родителей! Но, возможно, он и существует! Нет, я не совсем правильно выразилась! Что, если в твоих глазах, Баклер Кун, Рудольф Ниссан и Кирио Сан не были для тебя родителями? Что? Хоть соображаешь, что сейчас сказала! Отец есть отец, верно? Конечно, я не связан с Кирио Сан, кровным родством, но она была для меня как старшая сестра! Хотя бы это не игнорирует, тварь! У-у-у! Перестаньте! Кончай угодь! Прости, я наговорил о дурных священни! Разумеется, у Шерамия Баклер Кун является ребенком Рудольфа Ниссана! Но действительно ли ты, Баклер Кун, ребенок Рудольфа Ниссана? Что за чушь ты несешь? Если я не Баклер, то на кого я тогда похож? Включая Рудольфа Ниссана, мы воссоединились с тобой спустя шесть лет! Никто не может доказать, что ты на самом деле у Шерамия Баклер, верно? Может быть ты на самом деле не Баклер, а кто-нибудь, кто прокрался к нам, чтобы умело присвоить богатство семье у Шерамия? Ты можешь прямо сейчас доказать, что ты у Шерамия Баклер? Прямо здесь! Прямо сейчас! Прекрати уже, черт подери! Я это я! У Шерамия Баклер! Если ты даже в этом сомневаешься, то действительно ли ты у Шерамия Роза? Я есть я! Больше никто! Да, это верно, как ты сказала! Единственное, кому ты можешь доверять помимо трупов, это ты сама! Раз уж ты так заговорила, то тогда позволь мне возразить! Джордж Аники был мертв, и комната тети Натухи была заперта! Джордж Аники держал при себе ключ от той комнаты, верно? И теперь, единственный обладатель всех ключей, это ты, тетя Роза, верно? Разве ты не та единственная, кто может открыть эту комнату? Мой аргумент звучит так. Ты связалась с настоящим преступником, и пока я не видел, ты отдала ему один из универсальных ключей. Я не делала ничего подобного! Смотри, все пять ключей здесь, видишь? Как будто это имеет значение. Ты, возможно, оставила их в заранее обговоренном месте, а потом забрала, разве не так? И не ты ли сама заговорила, что подозрительно, что здесь всего пять универсальных ключей? Как ты хочешь сказать, что кто-то кроме тебя мог оставить это письмо здесь? Пока ты не можешь доказать этого, ты волк! Заткнись! Тогда почему бы тебе не привезти мне какие-нибудь доказательства? Как, по-твоему, преступник смог убить Джорджа Аники и остальных в этой закрытой комнате? Как он запер ее? Вот именно! Комната на Цуки была такой же, как и обычная. Двери и окна были закрыты изнутри. Здесь нет никаких хитростей или уловок. Здесь нет никакого секретного прохода или какого-нибудь потайного места. Собственный ключ на Цуки был в кармане Джорджа, и комната была заперта изнутри. Осталось лишь пять универсальных ключей, и Роза собрала их все. И позволь еще добавить, с гостиной то же самое. Оригинальный ключ в гостиной был закрыт в комнате прислуги. Поэтому открыть ее без универсального ключа невозможно. Определение закрытой комнаты осталось таким же, как и прежде. Ну же, теперь есть лишь один подозреваемый. Или ты по-прежнему притворяешься невинным. Миширо-мия-ба-туро! Заткнись! Ты тоже молчи! Ты тот, кому нечего сказать! Как, по-твоему, письмо могло быть оставлено здесь кем-то кроме тебя? Пока ты не можешь этого доказать, ты волк! Если я могу попасть под подозрение, тебе тоже можно легко заподозрить. Попробуй привести мне какие-нибудь доказательства. Так же легко заподозриться, как я легко добавляю слово легко в текст, где его нет. Разве не ты была первым человеком, кто вошел в комнату и начал проверять окна тетя Роза? Значит, ты предугадала, что я вернусь в то место, где я сидел, и тайно подложила письмо? Я тоже могу подозревать, что это твоя ловушка, не так ли? Зачем мне устраивать такую ловушку? Если бы я была волком, я бы точно пристрелила тебя из этого ружья! Это не причина! Возможно, поскольку ты не хотела совершать убийство на глазах у Марии, ты пошла обходным путем. Расставив умную ловушку, все универсальные ключи находятся при тебе. Поэтому в этом месте и в той комнате сделать это могла только ты. Разве не так? Или ты можешь отвертеться от этого? То я хотел бы услышать твое оправдание. Именно так! Все с самого начала была подозреваемая тетя Роза. Почему так получилось, что шестеро взрослых, участвовавших в семейном собрании, оказались убиты, и только ты стала исключением, тетя Роза? Почему ты оказалась единственной, кто не оказался в той часовне? Здесь может быть лишь одна причина. Ты пригласила папу и остальных, и убила их там! Черт возьми, все это, это все объясняет, не так ли? Ни парни мозги, ни парни мозги! Хватит нести бессмысленную чушь! Мы должны ссориться! Мама тоже! Баттлер! Хватит! Хватит! И здесь никто не виноват! Это не ошибка Баттлера или мамы! Ведьма сделала это! Это было сделано магией! Это ничья ошибка! Мария сама встала между мной и тетей Розой, когда кровь ударила нам в головы. Я опешил от крика Марии и пришел в чувство. Сейчас я вел себя очень постыдно. Мои глаза наполнились слезами. Да, правильно. Все это вина ведьмы, не так ли? Все эти ключи, уловки и алиби. Все это, все это было глупо! Даже при том, что это была работа ведьмы, мы не смогли доверять друг другу как люди. Верно, тетя Роза? Здесь с самого начала не было человека-преступника. Все это было работой ведьмы. Поэтому ты не преступник. И никак не может быть, чтобы Мария, Генжи-сан или я был преступниками. Почему я докатился до этого? Почему я орал на тетю Розу, которую любил? Почему я начал эту ссору? Доброй тетей, которую я любил. Почему? Почему все должны подозревать друг друга? Я не собираюсь сомневаться в своей тете. Я не буду сомневаться в ком-нибудь еще. Все это работа ведьмы. Все это дело рук, Беату Ричи. Все это... Все преступления совершены магией, Беату Ричи. Беату Ричи! Беату Ричи! Умоляю, покажи здесь. И признайся нам, что все это делала ты. Я жалею, я жалею, что приходилось сомневаться друг в друге. Сейчас его крик уже напомнил мне. Крик Кинза. А вот теперь уже и внук умоляет, чтобы Беату Ричи показалось. Эго, не прости нас. Освободи нас. Освободи нас от этого ада взаимных подозрений, пока мы не убили друг друга. Эго, не моих добрых родственников. И мою родных кузонов обратно. Я ненавижу, ненавижу, я ненавижу все это. Ты точно существуешь? Это твоя победа. Покажи себя, Беату Ричи. Покажи себя, Беату Ричи! Покажи себя, Беату Ричи! Покажи себя, Беату Ричи! Я все еще жив! Похоже, некоторое время назад Кинза задремал. Он нашел свои очки и посмотрел на часы. Было десять вечера. Ее ритуал. Давай же посмотрим, как далеко она продвинулась. Она уже должна зайти достаточно далеко к этому времени. Кинза поднял с кресла свое тяжелое тело и приблизился к портрету ведьмы, которую он пристально разглядывал каждый день. Беату Ричи. Беату Ричи. Очень скоро я смогу воссоединиться с твоей улыбкой. И важно, если я умру. И если я смогу еще раз увидеть твою улыбку, я не стану жалеть об этой жизни. Поэтому в загробной жизни позволь мне встретиться с тобой еще один раз! А затем позволь мне поклясться в своей любви к тебе! Позволь мне извиниться за свои преступления! О-о-о-о! Но я не позволю тебе сбежать! Ты моя! От головы до пят! До грязи под твоими ногтями! Ты моя! Я думаю, у нее под ногтями все чистенько там. Каждая частица твоей плоти моя! Даже отвар из твоего трупа мой! Я не позволю тебе уйти на этот раз! Ты не ускользнешь из моих рук! Я сделаю тебя своей на всю вечность! Я никогда не позволю тебе уйти во второй раз! Я никогда не позволю уйти тебе во второй раз! Кинза взвыл в гневе, а затем внезапно упав на колени, он затрясся и зацарапал стену. Тут же он разрыдался. Это неправильно! Ты не хотел сказать нечто подобное! Бетро Ниджи! Умоляю! Позволь мне встретиться с тобой еще один раз! Даже если ты не позволишь мне только извиниться! Дед испытывал истерику похлеще, чем ту, которую испытывают дети. Но примечательно, что сейчас там внизу в нистовом отчаянии орет батлер Беаторич, а здесь наверху кинза. Если так сверху посмотреть на особняк, все вот в комнатах вопят из-за ведьмы. Эта любимая, по коме тоскую, я ошибался! Если бы ты просто улыбнулась, мне больше ничего и не нужно! Я допустил ошибку, я ошибался в этом! Я совершил небративый поступок! На искупление я предлагаю все, что осталось от моей жизни! Чтобы извиниться перед тобой, чтобы искупить свои преступления! Я предложил все! Умоляю! Даже если я за это умру, по крайней мере, Позволь мне извиниться! Только один раз, Беаторич! Пока Кинза трясся и кричал за его небольшой спиной, из ниоткуда возникли бабочки и словно золотые листья мягко опустились. Ты глупец, Кинза. Ты думаешь, что найдется женщина, которая поведется на мужские слезы? Что ж, даже если бы это не заставило человеческую женщину полюбить тебя, это могло бы подействовать на женщину, не являющуюся человеком. Кинза, ты не забыл? То музыкальное шахматное произведение, что ты играл со мной, все еще продолжается? Кинза, как будто что-то неожиданно вспомнив, подошел к шахматам. Расположение фигур оставалось таким же, как во время последней партии, когда он играл с Нанджо до вчерашнего дня. После этого, очистив шахматную доску от всех фигур, он начал выстраивать их в линию одну за другой. Это была подготовка к текущей игре. «Все верно, именно так. Я выдвинул свою королю. Это был очень эффектный ход. Этот ход, возможно, не заставил тебя поднапрячься. Я волновался, бросишь ли ты свою фигуру или нет. Я продолжал беспокоиться». Кинза ждал напротив пустующего места соперника. Конечно же, очень скоро его оппонент появится здесь, и он сможет начать эту партию снова. «Ты глупец, Кинза. Ты хотел бы извиниться? Ты хотел бы снова увидеть мое лицо? Ты хотел бы сохранить мою улыбку навечно? Почему ты не можешь сказать гораздо более простое слово, даже если оно является единственным элементом мира?» Тут Кинза про Бармотал. Молитву? Просьбу? Наверное, все-таки лучше это стоило назвать Бармотанием. «Я люблю тебя, Беодориче». Это были чистые слова, словно сказанные невинным ребенком без всякого злого умысла. «Ты действительно глупец, Кинза. Если у тебя когда-нибудь будет возможность прожить свою жизнь заново, знай, что эти слова никогда бы не заставили женщину влюбиться в тебя. Именно так, если только не случится чудо. Итак... В это время Кинза услышал негромкий стук, отличающийся от того, как случались слуги. «Кто там?» Женщина за дверью не ответила. «Я спрашиваю, кто это?» «Ты не собираешься отвечать?» Женщина за дверью не ответила. «Масака... Ооо... «Масака...» «Ооо... «Неужели это...» «Беодориче!» «Беодориче!» Женщина за дверью ответила. «К девятым сумеркам же возродится ведьма, и кто в живых остался, будет мертв». Ну что, воскресенье, 5 октября 1986-го. Фигура Батлера виднелась в обеденном зале. Что тут будет, мы будем узнавать уже в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok